Весь мир знает о том, что более 60% территории Узбекистана занимают степи и пустыни. Но мало кто знает о том, что более 20% территории страны занимают горы, покрытые белым одеалом вечных снегов и ледников. Горы есть в каждой области Узбекистана, но самые высокие и труднодоступные горные хребты и массивы сосредоточены в Сурхандарьинской и Ташкентской областях. Целью новой экспедиции путешественника и исследователя Саида Тулягянова стала именно Ташкентская область с горами и ледниками западного Теньшаня. Саид Тулягянов. Путешественник и исследователь из Узбекистана. Много лет он путешествует по миру, открывая для себя новые места на различных континентах и снимает дневники древопроекта «Дух приключений», чтобы его соотечественники могли увидеть, как много красивых и необычных мест существует на нашей планете, таким образом приобщая и призывая их путешествовать. Общение с местными жителями, коллегами-путешественниками, книги, карты, снимки со спутников и специальные приложения помогают ему находить и исследовать необыкновенные места по всему миру. Спустя ровно два года после путешествия Саида Тулягянова на высшую точку Европы, гору Эльбрус, подготовка к новым достижениям и рекордам идет полным ходом. В этом плане горные регионы Узбекистана – это отличное место для отработки набоков восходителя. И всего в 100 километрах от столицы страны можно найти огромное количество сложных горных вершин. Ташкентская область имеет очень необычную форму. Если посмотреть на карту, то видно длинный, но узкий участок области, в котором, и это я могу сказать с уверенностью, никогда не бывало более 99% населения Узбекистана. И этому есть причина. Многие годы для того, чтобы попасть на эту нетронутую человеком часть страны, нужно получать специальное разрешение. Там запрещено охотиться, пасти скот и сорить. И несмотря на территориальную близость к столице, там до сих пор сохранилась настоящая дикая природа. Северная часть Ташкентской области представляет собой вытянувшийся на 100 километров участок вдоль течения реки Пскем со средней шириной в 20 километров. Вся эта местность относится к западному Тиньшаню. И так как границы проложены по горным хребтам, ширина этой полосы неравномерна. В самом узком месте ширина составляет всего 12 километров. Ну а в самом широком месте, начинающемся от горы Сайрам, ширина составляет 30 километров. Моя новая экспедиция будет проходить именно в той малоизведанной части Угам-Чаткальского национального парка. Вообще, если мыслить логически, то Угам-Чаткальским должен называться национальный парк, в котором протекают реки Угам и Чаткал. Но в данном случае история совсем иная. Реки Угам-Чаткал вообще не протекают в Узбекистане. Угам-это река в Казахстане, которая недалеко от Хумсана вливается в Черчик. И только ее последний участок находится в Узбекистане. А Чаткал – это река в Кыргызстане. Лишь 8-километровый участок, который протекает в Узбекистане, недалеко от Бричмулы, вливаясь в Чарвакское водохранилище. Угам-Чаткальский государственный национальный природный парк был основан в 1992 году на землях Бричмулинского и Ахангаранского лесхозов на базе Чаткальского биосферного заповедника. Заповедник, расположенный на территории Бастанлыкского, Паркенского и Ахангаранского районов Ташкентской области, является национальной гордостью. А с 2017 года он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри национального парка две реки, питающие Чарвакское водохранилище. Это реки Пскем и Коксу. И у этих рек огромный, пока еще не раскрытый, туристический потенциал. Путешествовать по национальному парку можно по двум основным направлениям. Вверх по Пскему или вверх по Коксу. И оба этих маршрута невероятно интересны, красивы и сложны. Но в этом путешествии я отправляюсь вверх по течению реки Пскем. Общая площадь национального парка составляет более 574 тысяч гектар. А сам он возвышается на высотах около 3000 метров над уровнем моря. С отдельными горными вершинами с высотой более 4300 метров над уровнем моря. Величие гор западного Тиньшаня, природные ландшафты с уникальными видами флоры и фауны превосходят любые ожидания, как туристов, так и местных жителей. Так как это не только экологически чистая, но и туристическо-национальная заповедная зона, хранящая в себе историко-культурное наследие страны. И хотя для меня это уже не первое путешествие в Угам-Чаткальский национальный парк, но так глубоко и далеко на север я еще никогда не заходил. Все самые сложные горные экспедиции Саид старается осуществлять в команде с надежными и проверенными друзьями. И в новое путешествие Саид решил отправиться вместе со своим старым другом, известным путешественником, краеведом и лидером сообщества «Таинственный Узбекистан» Шарофом и Гамбердиевым. Я очень давно не ездил в путешествие вместе с Шарофом. И на то было много причин, основной из которых является то, что со временем уровень экспедиции так вырос, что даже мне не всегда хватает формы и сил. Но сейчас я в отличной форме и настроен на достижение максимальных результатов. Экспедиция сама по себе это не простая прогулка, а особенно экспедиция в труднодоступные места требует от участников хорошей физической и психологической формы. Шаров, а как ты считаешь, какие темы мы могли бы осветить в ходе экспедиций по Угам-Чаткальскому национальному парку? Вообще северная часть Ташкентской области, она фактически не изучена. И здесь существует огромное количество природных артефактов. Давай для начала начнем с ущелья Баркрак, с ее ледников и некоторых моренных озер. А затем на следующий год сделаем большую экспедицию в район ледников Пахтакор, озерных Такмах-Салдей. Существует огромное количество мест, которые еще никто не видел, включая редкие озера. Шаров, а что насчет озер? Ведь в этой местности очень много интересных озер. Ну и помимо озера Шабыркуль, который многие знают, там почти в каждом ущелье существует огромное количество моренных озер, которого оттаивают в июле, благодаря тому, что они располагаются на больших высотах от 3,5 километров и выше, многие из которых почти не изучены и неизвестны. А как насчет горных вершин? Насколько я знаю, там их так много, что это какой-то настоящий горный рай. Если не считать Гессарский хребет, то север Ташкентской области – это самый высокогорный регион нашей страны. Помимо Псхемского хребта существует огромное количество вершин на Таласском Алатау, на Майдантайском хребте, которые не изучены. Некоторые вершины, такие как Бешто, Раделунга, они более-менее на слуху людей, но они известны только альпинистам. Но почти, можно сказать, 95% вершин, на них, во-первых, никто не бывал и никто не знает, но минусом является труднодоступность этих мест. Поэтому лучше давай сделаем экспедицию на следующий год. Шаров, покажи, пожалуйста, на карте план нашего путешествия к леднику Баркрак. Согласно плана, путешествие к ледникам будет осуществляться в три этапа. На первом этапе группу из восьми восходителей отвезут на УАЗах до снеголовинной станции Ойга-Инг. Это займет около 10 часов. На втором этапе группа из восьми восходителей осуществит пеший переход к горе Аделунга и поставит там лагерь. Это займет два дня. На третьем этапе группа осуществит два выхода. Сначала на вершину обзорная, а затем на ледник Байкрак. Это займет еще два дня. Учитывая время возвращения, получается, что это целая неделя в диких условиях. Ну что ж, значит, время новых достижений наступило, и я готов к новым испытаниям. В новой экспедиции к двум ледникам Ташкентской области Саиду будет необходимо много дней жить в горах. И в таких условиях важно правильно собрать рюкзак. Вещей еды должно хватить на шесть дней. Но при этом рюкзак не должен быть слишком тяжелым, ведь нести его вверх Саиду придется на собственных плечах. Собрав свои огромные рюкзаки, большую часть которых занимала еда на шесть дней, команда таинственного Узбекистана и присоединившийся к ним Саид Тулягянов отправились на автомобилях УАЗ к самому дальнему месту, до которого можно доехать на автомобиле. При этом по дороге им встретилось четыре поста, на каждом из которых проверяли разрешение на въезд на закрытую территорию заповедника. Продолжение следует... Вот мы и прибыли на Баркрак. Это первое ущелье с правой стороны после СЛС, после метеостанции на Агаинге. И мы планируем провести здесь пять дней. Река Пскем появляется при слиянии двух горных рек. Майдантала и Ойгаинга. Если ехать вверх по течению последнего, то можно заметить, что в Ойгаинг вливается очень много небольших горных саев или речек. Машина довезла восходителей до того места, где горная речка Байкраксай вливает свои воды в Ойгаинг. И дальше весь путь будет пролегать вверх по течению Байкраксая. Из названия речки понятно, что она берет свой исток от ледника Байкрак, который и является главной целью экспедиции Саида и Шарофа. Проведя в общей сложности около шести часов в пути, путешественники добрались до места ночевки первого дня. Если еще днем можно было идти просто в футболки и в кепки, то как только садится солнце, температура резко падает, и теперь нужны перчатки, шапки, а окружающий меня снег доказывает, какая здесь низкая температура. Самым главным испытанием первого дня стал долгий и изнурительный путь вверх с тяжелыми рюкзаками на плечах. Подойдя к отличной ровной поляне на берегу Байкраксая, группа решила остаться там на ночевку. Мы приехали на Байкрак гораздо раньше запланированного, и это дало нам возможность сегодня пройти 5,5 километров. Мы остановились в двух километрах от Марены, где идет разделение на центральный и правый Байкрак. Марена – это тип ледниковых отложений, созданный непосредственно ледником и представляющий собой неоднородную смесь обломочного материала от гигантских глыб, имеющих до нескольких сотен метров, в поперечнике, до глинистого материала, образованного в результате перетирания обломков при движении ледника. Уже на следующий день участникам экспедиции начнут встречаться Марены, а пока все были заняты подготовкой палаточного лагеря. Сейчас уже 5 часов вечера, и самое время приготовить ужин. И здесь в горах нужно ложиться спать намного раньше, ведь после захода солнца здесь становится очень холодно. За полчаса участники похода распределились на 5 палаток, в одной из которых будет жить Саид, а компания ему на весь период путешествия составит Руслан Шахмедов. Спать в палатке на высоте около 3000 метров, в спальном мешке, на свежем горном воздухе, это тоже особое удовольствие. И я думаю, любой городской житель обязательно должен его испытать, и только потом решать, стоит ли ему отказываться от этого в жизни, или хотя бы несколько раз в год пробовать это. Пока было светло, участники похода приготовили ужин, использовав для этого чистую воду из протекающей рядом речки. При подготовке ко сну важно убрать все съедобные припасы. Лучше их занести в палатку, потому что если они останутся, они могут привлечь диких зверей. А здесь водятся и волки, и медведи, и по дороге мы видели шакалов и лис. Именно риск нападения диких животных является главным фактором, отпугивающим туристов от таких нетронутых мест. Но при путешествии в большой группе вероятность этого риска сильно снижается, и спать можно без опасений. Давление на высоте совсем другое, чем внизу. И организм человека это чувствует во всем. И в голове, и в крови, и в сердце. А, например, простейшие доказательства, вот пачка влажных салфеток, вот смотрите, ее просто раздуло до невероятных размеров, и она уже хочет лопнуть. Вскоре стемнело, и вымотанные и уставшие путешественники легли спать. Ведь подъем предстал уже в 6 утра. Утро второго дня, после первой ночевки. Личная погода, ночь прошла чудесно. С первыми лучами солнца пробудилась и жизнь в лагере. И из палаток начали выходить сонные путешественники. А умываться им предстояло в ледяной воде речки Байкроксай. Если у человека еще и были какие-то последние остатки сна, то после умывания в горной реке так будоражит, что не остается ничего от сонливости. Так что, сейчас уже утро, на часах 6.25 утра и начинается второй день интересного путешествия по Пскенскому фрикту. Первым делом стало приготовление завтрака, ведь предстоял подъем с грузом на расстояние свыше 500 вертикальных метров. К 8 утра выходит солнце и уже можно собирать лагерь. После завтрака участники похода начали собирать палатки и паковать рюкзаки, готовясь к новому переходу. Теперь уже к штурмовому лагерю. В день по три раза. За полчаса лагерь собран и сегодня предстоит интересный переход к леднику Бартрак. Весь день путешественники шли вверх по течению речки Байкараксай по направлению к истоку. Исток реки это то самое место, где река, речка или ручей берут свое начало. Исток обычно соответствует месту, с которого появляется русло постоянной речки или место, с которого появляется постоянное течение воды в русле. И обнаружение истока Байкараксая является также одной из задач экспедиции. Все, я уже на вершине, на которой будет разбит штурмовой лагерь. Здесь на высоте 3300 метров мы нашли очень удобную полянку, здесь и трава, и сухо, и самое важное ровно. То есть ночью мы не будем скатываться внутри палатки куда-то. И именно это место станет меддомом на ближайшие три дня. Самым важным фактором, на который необходимо обращать внимание при выборе места для лагеря, это лавинная безопасность. И хотя в непосредственной близости от поляны, на высоте около 4000 метров над уровнем моря, нависал огромный ледниковый карниз, место было безопасное, так как от лавина опасного ледника его отделяла большая каменная морена. Позади меня это очень интересная шикарная гора, красивейшая это Аделунга и ее высота 4302 метра. Пик Аделунга носит свое необычное название с 70-х годов 20-го века, когда он был назван так в честь Алексея Сергеевича Аделунга. Аделунг был очень уважаемым и известным геологом, кандидатом геолога минералогических наук и руководителем сектора стратеграфии, тектоники и магматизма Среднеазиатского научно-исследовательского института геологии и минерального сырья. Когда вы приходите на место и собираетесь стоять несколько дней, это место будет называть базовый лагерь, очень важно обустроить быт. Совместными усилиями всей мужской части участников экспедиции в считанные минуты была сооружена натуральная мебель, какой люди пользовались много тысяч лет назад. За несколько минут можно подготовить очень удобное место для ужина, обеда, завтрака. Это стол и стулья. И все это из камней. Удобное место для еды это важный элемент похода и оказалось, что нет необходимости нести с собой складные стулья и стол, когда все можно сделать своими руками из камней. Следующим этапом после того, как стол готов, нужно построить очаг. Это то место, где будет готовиться еда. Территория, расположенная на высотах выше 2800 метров, лежат в альпийском растительном поясе, для которого характерно отсутствие деревьев и изобилие снежников, ледников и морен. Любая местность в Узбекистане, которая находится выше 3000 метров над уровнем моря, круглый год со снегом. Снег здесь не тает, потому что каждую ночь температура опускается ниже нуля. И после того, как человек много часов идет в ботинках, ноги очень сильно затекают и устают. Поэтому нужно дать ногам подышать и отдохнуть. После того, как участники похода обустроили лагерь, появилось возможность отдохнуть. И Саид решил просушить на солнце сырую отхождение по снегу обувь. Прогулка босиком по снегу сразу будоражит и заставляет человека проснуться. Даже очень уставшего. Наблюдая за жизнью путешественников в Высокогорье, становится понятным, том, что настоящий туризм это и расширение кругозора путешественника при знакомстве с новыми местами и людьми, и воздействие на него многообразной природы, и активное взаимодействие коллектива людей в борьбе с трудностями и собственными недостатками, и автономные действия группы в малоосвоенных и ненаселенных районах, и воспитание самостоятельности, инициативы, решительности, а самое важное это воспитание, самообладание при неожиданных стечениях обстоятельств. После того, как человек поднимается на новую высоту, очень важно пройти акклиматизацию. Для этого делают радиальный поход, поднимаются немного выше, возвращаются, и потом обязательно нужно отдохнуть. Ага, я сейчас лежу в палатке, которую я поставил прямо напротив горы Адалунги и лежа в палатке, могу наблюдать вершину горы и весь ее хребет и ледники. Радиальные выходы нужны не всегда. И все зависит от логичности маршрута. В идеальном виде маршрут должен быть непрерывным, без радиальных выходов и с равномерным распределением физической, технической и психологической нагрузок и естественных препятствий. Подготовленный Шароффа маршрут был очень логичным и предусматривал максимальное знакомство с районом путешествия. Температура в штурмовом лагере намного ниже, чем была в базовом лагере. Сейчас на часах всего лишь шесть часов вечера, а термометр уже показывает плюс три. Страшно представить, что будет ночью. Ночь в горах длится примерно одиннадцать часов, начиная с семи вечера и заканчиваясь в шесть утра. При этом нормальной температурой является минус десять градусов по Цельсию. Солнце в горах просто беспощадно и всего лишь два дня на высотах выше двух тысяч метров и у меня полностью сгорело лицо. А когда пройдет третий, четвертый, пятый дней этой экспедиции, наверное, я буду весь такой же красный, как и моя куртка. Несмотря на то, что Саид постоянно пользовался кремом против загара, это не помогло и к концу второго дня его лицо начало покрываться волдырями от ожога. Мы так долго ждали облачность, чтобы поснимать таймлапсы и только сейчас в конце второго дня появились небольшие облака. Зафиксировав все самые красивые моменты заката, путешественники разошлись по палаткам и легли спать. Сейчас всего лишь семь вечера, вокруг кромешная тьма, и как только опустилось солнце, температура начала резко падать, и сейчас намного ниже нуля. Так что ничего не остается кроме как пораньше лечь спать и выспаться и отдохнуть перед завтрашним восхождением. Переход второго дня оказался достаточно коротким, и это было сделано специально, чтобы путешественникам было проще пройти процесс акклиматизации и дать им возможность побольше отдохнуть перед предстоящими восхождениями. начинается третий день этого путешествия и сейчас предстоит очень интересное восхождение на гору высота которой свыше 4300 метров и здесь сейчас очень тепло становится но как будет холодно там на высоте я не знаю поэтому я беру с собой рюкзак в который на всякий случай возьму куртку возьму шапку и там на вершине уже по ситуации решу стоит ли одевать или нет. Задачей третьего дня экспедиции стало восхождение на горную вершину и хотя за день путешественникам предстояло подняться на тысячи метров вверх и затем спуститься задача облегчалась тем что не было необходимости нести тяжелые рюкзаки с самого начала восхождения наш зал испытание в виде преграды из огромных волнов под ними течет вода и трещины и чтобы преодолеть их нужно очень аккуратно идти по трясущимся камням взяв минимальный набор еды и одежды Саид и Руслан собрали все в один рюкзак и несли его поочередно первую часть пути рюкзак был у Руслана а Саид шел налегке прям на трассе мы обнаружили гигантский рог Тура у Архара рога закручиваются а у Тура такие ровные и отходят назад при этом каждый может весить до 20 до 25 килограммов животное которому принадлежал рог имеет много названий самые распространенные из которых это западно-кавказский тур и кавказский горный козел в Узбекистане очень трудно встретить этот вид горных козлов преимущественно обитающих в кавказских горах на высотах около 4000 метров над уровнем моря такие камни называются обломочный материал и выталкивает их моренами это значит льдом и снегом который спускается с вершин от лови и дальше эти камни крошатся и образуют очень много волнов при подъеме по мелкой осыпи группа обычно идет колонной но в данном случае склон был достаточно безопасным а степень готовности к физическим нагрузкам у участников настолько разной что было принято решение подниматься в произвольном порядке хотя в начале восхождения группа держалась вместе сегодня у нас по планам подняться на одну из очень красивых панорамных вершин которая называется ближняя обзорная впереди возвышалась гора с углом выше 45 градусов и постоянным чередованием мелкой средней и крупной осыпи учитывая все это восхождение обещало быть сложным и была высокая вероятность что не все участники похода осилят восхождение ровно за час мы прошли всю дорогу до подножья самой горы теперь начинается шторм горы и там можно в общей сумме набрать около 700 метров гора прямо за моей спиной неожиданно в отдалении показался настоящий хозяин этих мест им оказался горный козел из семейства западно-кавказский тур чем выше я поднимаюсь тем сильнее ветер но вид который открывается на соседние горы на Аде-Лунгу на ледники на барк крак просто невероятный но там слишком опасно на высоте оказалась более крупная особь и скальные участки но передвигаться по ней было необходимо соблюдая все предосторожности аккуратно переступая с одного камня на другой и избегая значительных прыжков опасность камней с наклоненными гранями и наклонных плит участникам группы еще предстояло узнать ценой серьезных травм машины осталось еще 500 метров подъема эти 500 метров я прошел ровно за 2 часа крайнее 400 метров гора стала еще более резкой и градиент вырос до 60 градусов в этих условиях подниматься вверх становилось все сложнее но зато путь сокращался за счет резкого подъема я уже на 4000 метрах воздух сильно поменялся я дышу дышу а дышаться не могу вскоре Саид поднялся на вершину горы откуда ему открылся красивый вид на долину реки ойгаинг и возвышавшийся вдали гурных хребет таласский алатау 4383 ура это вершина ближняя обзорная очень интересный узбекский пик выше 4000 удастся и их не так много в узбекистане и чтобы попасть сюда вышли три дня при восхождении на горную вершину восходители ищут там горку из камней называемую тур внутри часто лежат записки от предыдущих восходителей и прочитав все предыдущие послания путешественники оставили записку с именами восходителей в туре и отправились в обратный путь мы уже спускаемся с вершины и к сожалению только шесть человек из стартовавших восьми добрались до самого верха так что мы вписали шесть имен в записку и вложили ее в туре холодный воздух с низким содержанием кислорода ветер и необходимость вернуться в лагерь до заката заставили путешественников начать спуск по очень опасному каменистому склону все осыпи лежащие на крутых склонах опасны камнепадами ведь на участках значительной крутизны осыпи лежат неустойчиво и ходить по ним не только утомительно но и опасно таким образом при выборе пути нужно учитывать что проходимость осыпи в различных направлениях существенно меняется в зависимости от крутизны склона размера и шероховатости камней самыми удобными для спуска являются мелкие осыпи образовавшиеся из плиточных осадочных пород и Саид старался выбирать маршрут именно по мелким осыпям спускаться с этой горы даже немного тяжелее чем было подниматься потому что силы практически полностью страчены на подъем а на пути вниз нужно быть очень осторожным потому что все камни живые за следующие два часа путешественники вернулись в лагерь но у этого дня оказалась очень высокая цена одна из участниц похода не удержалась на камне и при падении сильно повредила руку так что в предстоящее путешествие на ледники отправиться не все у нас вот подняться у нас ги ги Субтитры сделал DimaTorzok Четвертый день в горах и из-за солнца у меня начался сильный солнечный дерматит и весь нос практически в язвах и просто в ужасном состоянии, но деваться некуда. Субтитры сделал DimaTorzok Такое повреждение кожи чаще всего появляется из-за различных аллергенных веществ, скапливающихся на коже. Осмотрев территорию вокруг лагеря, Саид обнаружил следы волка. Размеры следов говорили о том, что хищник очень крупный и членам экспедиции лучше всегда держаться вместе, так как животное может подкараулить отделившегося человека и совершить нападение. Для следа волка характерно наличие отпечатка лапы с четырьмя пальцами, в то время как в лапе медведя пять пальцев. В исследовательский поход на ледники вышла группа из шести человек, а двое остались в лагере. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первым пунктом сегодняшнего путешествия к леднику Баркрак стала Морена. Это очень интересный такой язык из камней и льда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выходящий от расположенного уже поблизости ледника Байкрак. Самым большим риском при путешествиях около морен, ледопадов и ледников является риск схода лавины или оползня. И для минимизации этого риска все переходы лучше осуществлять по гребню горы или морены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Льды, тающие на ледниках, образуют очень много воды. И прямо рядом с ледником Баркрак мы обнаружили озеро. Оно заледеневшее, потому что здесь очень холодно, но подо льдом слышно, как журчит вода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проходя по гребням мимо образовавшегося в естественной низине озера, Саид решил спуститься вниз к озеру и осмотреть его. Интересными были цвет и глубина озера. И Саид решил найти ответы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это цементное озеро, выходящее из ледника Баркрак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осмотрев Серое озеро, Саид установил, что оно представляет собой водоем ледникового происхождения, расположенный в северной части Угам-Четкальского национального парка и является истоком речки Байкраксай. Серое озеро происходит от огромного ледника Байкрак, который находится над северной частью озера. Изучив состав и цвет воды, Саид выяснил, что воды Серого озера мутные из-за наносов и остаточной породы с ледника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я подошел к самому краю ледника. Вот он, это многометровая масса льда. И рядом с ней сразу становится понятным, откуда так много остаточной породы там внизу. Это вот этот ледник. Он постоянно движется вниз под собственной массой. И он выталкивает камни ниже и ниже. Ох, очень грандиозный ледник. Ледник – это масса льда, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, щита или плавучей плиты. Ледники образуются в результате накопления и последующего преобразования снега при положительном многолетнем балансе. Хотя издалека может показаться, что это похоже на снег, но это очень крепкий лед. Он прям острый. Настоящая ледяная гора. Главным условием образования ледников является сочетание низких температур воздуха с большим количеством твердых атмосферных осадков, что имеет место в холодных странах высоких широт и вершинных частях гор. Однако чем больше сумма осадков, тем выше могут быть температуры воздуха. Так, годовые суммы твердых осадков меняются от 60 мм в Центральной Антарктиде до 4500 мм на ледниках Патагонии. А средняя летняя температура от минус 40 градусов Цельсия в Центральной Антарктиде до плюс 15 градусов Цельсия у концов самых длинных ледников Центральной Азии, Скандинавии и Новой Зеландии. Главная цель сегодняшней экспедиции достигнута. Можно подниматься на все эти ледяные стены, ледяные валуны и изучать этот красивый ледник. Изучая ледник, Саид обнаружил, что он состоит из трех основных элементов снега, фирна и льда. Интересным фактом является то, что преобразование снега в фирн, а затем в лед может идти как при отрицательной температуре, так и при температуре таяния. В первом случае оно идет путем рекристаллизации, вызываемой давлением вышележащей толще и уменьшением пористости снега. Во втором – посредством таяния снега с повторным замерзанием талой воды. Когда человек попадает на ледник, важно помнить одну вещь. Здесь настолько много солнечного света и ультрафиолетового излучения, что если ходить здесь без очков, то за считанные минуты можно получить ожог сетчатки глаза. Поэтому для безопасности здесь на леднике я не буду снимать очки. Фирн – это плотно слежавшийся зернистый и частично перекристаллизованный обычно многолетний снег. Превращение снега в фирн называется фирнизацией снега. Фирн образуется в горах выше снеговой линии. Там, где выпавший снег, не успевает за лето стаять и в горах западного Тиньшаня это высоты свыше 3600 метров над уровнем моря. Вообще ледники – это очень интересная тема, но в Узбекистане она мало изучена. Хотя в стране есть множество интереснейших ледников, пока что никакого интереса у научного сообщества к ним нет. Мало кто знает, что по своему рельефу Республик Узбекистан относится к наиболее гористым регионам мира. Горы Узбекистана занимают площадь более 95 тысяч квадратных километров, что составляет 21% территории республики. Их пространство превышает в два раза территории таких стран, как Дания и Швейцария. И фактически страна обладает огромным богатством в виде гор с гигантским потенциалом развития горного и горнолыжного туризма. Оказалось, что ледник Баркрак берет свое начало на высоте около 4300 метров. И вот такими ледовыми свесами он опускается аж до высоты 3700 метров. А здесь даже 3600. А я сейчас поднялся на 3700 метров и отсюда наблюдаю всю эту огромную ледяную долину со свисающими массами голубого льда на близлежащих скалах. Выйдя с ледника для проведения измерений и исследований, Саиду было необходимо найти удобное место, с которого был бы и хороший обзор, и шаговый доступ до ледника. Когда я иду по леднику, я стараюсь находить места, где есть камни. Потому что, как вы видели, в самом конце из-под ледника постоянно вытекает ручей. И очень много ниш образуется внутри, подо льдом. И наступая вроде бы на безопасный белый снежный покров. Можно за несколько секунд оказаться на много метров подо льдом. И это будет очень большой проблемой и может очень плохо закончиться. Поэтому для безопасности я иду по камням, потому что там, где камни, там есть почва. Вскоре Саид выбрался на гребень Морены, разделяющий близлежащий горный хребет и ледник. Вся верхняя часть Морены растаяла, и она была усыпана камнями, упавшими с ближайших гор, и выглядела как часть горы. А сейчас я измерю температуру воздуха здесь, на леднике Баркрак. Для этого я просто положу термометр на камень, не на лед. Вот термометр. На моей руке было 23 градуса. Высота 3,710. Теперь я его оставлю здесь. И через несколько минут мы посмотрим, что он покажет. Момент, когда Саид измерял температуру, пришелся на самое теплое время дня, так как на небе не было ни одного облака, и солнце максимально возможно прогревало воздух. Так, прошло несколько минут, и можно посмотреть температуру воздуха здесь, на леднике. Удивительно, столько снега и льда, и 21 градус по Цельсию. Очень тепло, но этот лед, хотя может показаться, что он не тает, на самом деле он тает. Это просто сам лед лежит с прессованными слоями и тает какой-то слой. Центрально-азиатские горы и ледники. Это очень необычное место. Как раз из-за очень высоких температур, даже на высотах около 4 тысяч метров над уровнем моря. Следствием таких высоких температур стало то, что на ледниках Узбекистана очень много талой воды, и снег быстро оседает, уплотняется, набухает и насыщается водой. А когда солнце садится, температура падает, и такая масса смерзается. Возникают гигантские массы инфильтрационного фирна. Мы идем по самому краю ледника, так как заходить на его середину слишком опасно из-за тех трещин, которые скрыты под снегом. Фактически, именно окружающий ледник морена и массы инфильтрационного фирна, в котором перемешана грязь, камни и лед, дали название этому леднику. Ведь байкарак можно перевести с любого тюркского языка как «богатый грязью и белизной». И эта характеристика как нельзя лучше подходит для фирна и морен, в то время как сам ледник достаточно белоснежный. Наша следующая цель уже рядом – это вот эти черные скалы и это место называется Перевал Праздничный. А вот этот белый перевал между двумя вершинами называется Перевал Орлинный. Перевал Продолжение следует... Третье «Правда» Выбравшись на ледник, Саид прошел вглубь, но высокая вероятность схода лавины останавливала от полного прохождения всего ледникового плато. Для обеспечения большей безопасности в такие маршруты лучше выходить связанными веревкой, но это ничем не поможет при попадании в лавину. Я иду на леднике, и на самом деле очень страшно, потому что каждый шаг несет такой хруст, ломающегося снега, и по любую секунду можно провалиться вниз, стараясь поскорее выбраться из ледника. Для горных ледников характерны бергшрунды, или иначе подгорные трещины, которые отделяют движущийся ледник от неподвижных масс снега, фирна и льда на склонах. Зимой бергшрунд часто закрыт снегом, но летом и осенью из-за таяния снега бергшрунд становится серьезным препятствием для исследователей, так как при отсутствии снежного моста его достаточно трудно преодолеть. До перевала праздничный осталось всего около 300 метров, и с него откроется самый лучший вид на все ледники. Сейчас будем обходить вот эту гору. Это лучший маршрут. За день похода к ледникам Узбекистана исследователи Саид и Шаров прошли уже более 10 километров по горам, ледникам и Моренам. Но впереди был выход с ледника Байкрак, подъем на вершину Безымянной горы и переход по перевалу. Это настоящий огромный ледник Баркрак. Не углубляясь вглубь ледника, Саид проводил исследование в 300 метрах от борта ледника. Но даже там Саид был поражен твердостью и плотностью фирна и льда. Закончив измерение, Саид подошел к каменной насыпи, по которой предстояло подняться вверх. Финальный подъем на перевал Праздничный. Это где-то около 150 метров вертикального подъема. 5,7% территории горы Узбекистана приходится на ледники, скалы и осыпи. 50% имеют крутизну более 5 градусов, а 30% — более 10 градусов. На склоны крутизной более 20 градусов приходится всего 12% площади гор. В общей сложности пологие и слабопокатые склоны занимают 65% территорий гор, но за время похода по горам Пскенского хребта Саид привык к склонам с крутизной от 40 градусов и выше. Просто гигантский ледник, как минимум километровая стена, и вся она изо льда. А высота — около 4 тысяч метров. По пути к перевалу Праздничный путешественники увидели интересную безымянную вершину, с которой открывался панорамный вид на ледник Байк-Рак. И, несмотря на усталость, Саид решил подняться на нее. Поднялся на нее. Я забрался на небольшую вершину над ледником Байк-Рак, и отсюда открывается невероятный вид со всеми этими трещинами и небольшими ледниковыми озерами. Спустившись с вершины, Саид продолжил путь к перевалу, но тропы не было. Лавины и камнепады засыпали тропу, и путешественникам пришлось карабкаться по очень резкому склону с острыми камнями, и в таких условиях резко возрос риск травмы кого-нибудь из участников экспедиции. Всем надлежало быть предельно аккуратными и внимательными. Мне встретилась очередная гигантская трещина на леднике, и когда со стороны наблюдаешь за этими трещинами, кажется, что словно ледник состоит из таких блоков льда, потому что трещины режут его как бы ровно, словно ножом. Расположенная перед Саидом трещина являлась классическим бергшрундом, или трещиной в снежно-ледовом склоне, сформировавшейся при отрыве тяжелой нижней части, движущейся вместе с ледником, от неподвижного снежно-фернового склона в верхней части. Бергшрунды обычно располагаются на бортах ледника. Ширина трещины может составлять от нескольких сантиметров до нескольких метров, а его глубина может составлять более 100 метров. Преодолев опасный участок пути, оказалось, что этот переход имел свою цену. Кроме лавин, опасностью ледников является то, что и фирм, и лед, и камни достаточно острые, и любое неосторожное движение чревато травмами, и в этот раз настала очередь Шарофа. Небольшая травма, небольшой порез. Соскользнув с камня, Шаров попытался удержаться и схватился за другой камень с острыми, как нож, краями и порезал обе руки. Ник взял свою очередную жертву, да? Прокажи свои руки. Да ладно, просто подскользнулся. Шаров хоть скользнулся и сразу же пореза два. Каждый день новая жертва. Ситуации с травмами – это обыденность в экстремальных походах. Но все же туристам и исследователям следует максимально ответственно подходить к вопросу обеспечения собственной безопасности и преодолевать участки с острыми камнями лучше в перчатках. Летник Баркрак – это, наверное, один из самых нетронутых летников Ташкентской области. И на протяжении тысячелетий ничего здесь не менялось, и ни в каком месте не чувствуется присутствие человека. Тема интереснее попасть и исследовать такие места, сохранившиеся в первозданном виде. Перевал Праздничный оказался расположенным на водоразделе двух ледников, и с него открывался обзор на ледяную стену ледника Ак-Капчигай и ледяное поле ледника Байкрак. Огромный ледник. И это все ледяные карнизы, спускающиеся на 300 метров вниз. Все ледники обладают пластичностью и довольно подвижны. Во время движения ледника на его поверхности образуются поперечные трещины. В теплое время года талые воды проникают по трещинам вглубь ледника и устремляются к его окончанию. Часть ледника, под днище которого проникли талые воды, начинает двигаться быстрее и отрывается от основной массы ледяного массива. А с обратной стороны перевала Праздничный, обрыв луминой не меньше 400 метров. Очень глубокий. Расположенный по левую сторону от перевала ледник Ак-Капчигай представляет собой очень интересную тему, которой Саид решил в будущем посвятить отдельную экспедицию к Ак-Капчигаю и озеру Шабр-Кули. Становится очень холодно и пора возвращаться в лагерь, чтобы просушить обувь и согреться. Пробыв более часа на перевале Праздничный, группа решила начать обратный путь и нужно было снова спуститься на ледовое поле. Спустившись на ледник, Саид решил воспользоваться возможностью и пройти часть ледовых стен и торосов прямо на леднике. Этот лед очень крепкий и ледоруб максимум вот настолько заходит в него, поэтому нужны кошки обязательно. Навыки работы с ледорубом и кошками нужны каждому горному восходителю и альпинисту. И оказавшись на леднике, Саид вспоминал все свои знания и навыки, которым не было применения уже больше года. Возвращаться назад намного легче и приятнее, хотя бы потому, что солнце уже село за гору и нет никакого обжигающего эффекта. Посмотрите сейчас моим лицом. И это при том, что оно было полностью закрыто бабками и очками. Вот такое беспощадное солнце в горах, а еще и на высоте. По состоянию на 2019 год ледники Узбекистана распределены по территории республики в следующие пропорции. В горах Псхемского хребта расположено 58% ледников. В Гессарских горах Сурхандари расположено 34% ледников. И в Гессарских горах Кашкадари расположено 8% ледников. Когда в каком-то месте со свежим снегом проходишь его впервые, это называется тропить. И здесь, чтобы было интереснее, в некоторых местах я сам прокладываю трассу, троплю. Всего в горах Центральной Азии, связанных с бассейном Аральского моря, сконцентрировано более 14752 ледников общей площадью 1043 квадратных километра. При этом ледники Узбекистана занимают 1% от общей площади ледников Центральной Азии. Я иду по леднику, и такое ощущение, что это огромная снежная пустыня. Главное не попасть в трещину. Высокие температуры, активное таяние и низкий уровень осадков в последние годы привел к уменьшению территории ледников в Узбекистане более чем на 5%. И находясь на леднике, постоянно есть риск провалиться в трещину. Я сейчас случайно наступил в трещину, и когда она под ногами начала проваливаться, я выскочил. Вот. Прям видно. Небольшая такая ложбинка в снегу. И на самом деле внутри многометровая дыра. Саид совершенно не хотел становиться очередной жертвой ледника. И собрав все свое внимание, аккуратно преодолел ледник и вернулся в лагерь. На следующий день, недалеко от лагеря, с горы Аделунга сошла лавина. Но лагерь был расположен на безопасном расстоянии. Так что никто не пострадал, и в тот же день экспедиция была завершена, и группа отправилась обратно. Так завершилась шестидневная экспедиция, путешественников Саида Тулягянова и Шарофа и Гамбердиева по ледникам Узбекистана, расположенным в горах Псхемского хребта. По данным ученых, климат Узбекистана стремительно меняется. И за последние 50 лет площади обледенения сокращаются катастрофическими темпами. Ледники в бассейне реки Кашкодаря потеряли 48% своей площади. Ледники Сурхандари потеряли 39%, а ледники Пскема сократились на 27%. Пока еще у Узбекистана в Ташкентской области есть ледники в бассейнах рек Байкараксай, Акапчигайсай, Бештор, Куксу, Тастарсай и Шовурсай. Но все же они быстро уменьшаются. В таких условиях уже через 30 лет в стране может не остаться ни одного ледника. И пока у Узбекистана есть такое природное богатство, как ледники, нужно ценить его, сохранять и максимально подробно изучать. Ты мечтаешь быть первым, проходить пики гор, только там ты счастлив с горами в душе. Ты мечтаешь быть лучшим И всегда побеждать Восходить на вершины Среди летников Это высота Вновь зовет тебя Ведь ты зовешь своих друзей пойти с тобой Это высота Вновь зовет тебя Ведь ты идешь, оставив стране за собой Ты мечтаешь быть вечным Не бояться стихи Жить без страха смерти Вести за собой Ты мечтаешь быть сильным Всех повергнуть врагом Всех повергнуть врагом Не искать причины Среди летников Среди летников Среди летников И всегда побеждать Это высота Вновь зовет тебя Ведь ты зовёшь своих друзей пойти с тобой Это высота, кто зовёт тебя Ведь ты идёшь, оставив странник за собой Это высота, кто зовёт тебя Ведь ты зовёшь своих друзей пойти с тобой Это высота, кто зовёт тебя Ведь ты идёшь, оставив странник за собой